Предлагаю вашему вниманию текст Священного Писания, который записан в книге Откровения. Книга Откровения, 20 глава. Прочитаем в начале несколько стихов первых. Книга Откровения, 20 глава. Читаем с первого стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. «После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». До этого стиха. Братья и сестры, вспоминаю, как-то из своего детства у меня запечатлелась такая картина. Она была действительно нарисована кем-то. Наверное, это было даже, может быть, в нашем доме. Но была изображена такая картина, такая благодатная обстановка, где-то зелень, цветы. Но факт тот, что находились на этой картине лев, ребенок, может быть, даже аспид, еще что-то. Вам напоминает что-то картина, братья и сестры? Одиннадцатая глава пророка Исаия, начиная с шестой стиха. Вот в моем детском ображении было много вопросов. Я задавал родителям, не помню, папа был жив или нет, но маме, наверное. И вообще-то эта тема, особенно в детстве как-то, когда рассказывают, по-особому воспринимается. Тема тысячелетнего царства. Мы уже в нашей церкви несколько рассматривали события, связанных с возвращением нашего Господа. События, которые связаны, как мы принято называть в богословии, эсхатологические события. Что будет происходить на этой земле. Судьба церкви, судьба тех людей, которые останутся на период великой скорби. И мое желание сегодня, мы не сможем полностью раскрыть сегодня эту тему, но, по крайней мере, хотя бы несколько истин посмотреть на события, связанные с тысячелетним царством на этой земле. Те люди, которые верующие христиане, которые интересуются, читают и смотрят, и слушают темы связанные. Я обратил внимание, что очень много сегодня предлагается материала. И когда интересуешься, читаешь и смотришь, удивляешься, настолько неправильно представлена истина библейско-тысячелетнем царстве сегодня. Это очень важно, не просто как-то следовать кому-то, но вникать, изучать и передать эту истину, братья и сестры. Потому что тема о Царстве Небесном, Царстве Божьем, она прослеживается, она проходит сквозь все священное Писание на протяжении всей Библии. И вся Библия говорит о том, что Бог обещал свое царство. Обещал прежде всего Аврааму и потомкам его. Обещал лично Давиду, обратите внимание, не просто народу израильскому, но лично Давиду обещал Бог царство, ну и народу израильскому. Бог обещал обетование Даниилу и народу. Знаете, смотрим, вновь и вновь Бог напоминает, говорит и дает действительно и объяснение. Книга Езекииль, книга пророка Исаия, книга пророка Захарии, ветхозаветные пророки, так много об этом говорят, даже ангел Марии об этом говорил. Помните, один только текст коротенький, Луки 1 глава 33 стих, о том, что народит сына и будет царствовать над домом Иакова вовеки. И царство его не будет конца. Вот об этом даже Марии было сказано. Если вы помните, служение Иоанна Крестителя началось с того, что он провозгласил приближение Царства Небесного и призвал людей к покаянию. Приходит Иисус Христос, и Он также, Его первая проповедь, Евангелие от Марка, начинается о том, что Христос провозгласил, пригласил прежде всего к покаянию. Почему? Потому что Царство Божие приблизилось. И это очень важно, братья и сестры, когда мы говорим о Царстве Божьем, Царстве Небесном, и особенно, если о Тысячелетнем Царстве, мы понимаем о том, что речь идет о каком-то громадном, о чем-то величественном, о том, что изменит абсолютно весь порядок вещей на этой земле во всех сферах, в политической, в духовной, в экономических сферах. Все будет изменено и подчинено, подчинено одной Личности, Господу Иисусу Христу. Это интересно очень. И Прокисайя, 9 глава, 7 стих пишет так, что умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в Царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. И возникает вопрос, а когда это обетование исполнится? Когда это царство, которым было обещано Аврааму, Давиду, Даниилу, станет действительно реальностью? Потому что об этом написано, об этом сказано. Но когда это станет реальностью? И что произошло с Царством Небесным, о котором было проповедано? Возникает вопрос, почему, если оно приблизилось, оно не стало достоянием того времени и сегодня? Неужели Бога... Произошли какие-то изменения? Бог изменил свой план или потерял контроль над этим миром? Абсолютно нет, братья и сестры. У Бога есть четко определенный свой план и особые причины, когда это должно произойти. Когда Иисус Христос жил на этой земле и проповедовал, Он проповедовал очень много также о Царстве Божьем, особенно Евангелие от Матфея. И часто Он использовал для объяснения Царства Небесного, Царства Божия, Он использовал язык образов, язык примеров. И в Евангелии от Марка, обратите внимание, для того, чтобы нам немножко понять смысл содержания, вот причины, почему Господа приблизилась, не исполнилась, мы живем уже в 21 веке, когда это произойдет, как это понять вообще? Обратите внимание, как Господь говорит о Царстве Божьем, объясняет Его содержание, Его смысл, Его суть. Евангелие от Марка, 4 глава, 26-28 стих. «И сказал, Царство Божие, подобно тому, как семья человек бросит, семья в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семья восходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». Обратите внимание, Христос уподобил Царство Небесное, подобно маленькому семени, которая однажды брошена в землю, неприметно растет сама собою. Неприметно растет внутренние процессы этого произрастания необъяснимы и порой неуловимы, не видно их, знаете, чтобы это было очевидным образом. Но плоды этого невидимого процесса тоже постепенно созревают. И сперва зелень, Христос говорит, потом колос, потом полное зерно в колосе. Итак, обратите внимание на важную мысль. Царство Божие Христос уподобил с маленьким семьями, которые растет неприметным образом. Фарисеев тоже интересовало Царство Божие, и у них был прямой вопрос, когда придет Царство Божие. Евангелие от Луки, 17 глава, 20 стихе мы читаем. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом». Слышите, да? Христос говорит, не придет приметным образом. А каким образом? 21 стих. Он же сказал, вот оно, и не скажут, вот оно здесь или вот там. Ибо Царство Божие... Братья и сестры, у нас есть нужда, молитвенная нужда. У нас поступила записочка, просят помолиться за Виктора Березенко, я так понимаю, Вити Иринова мужа, чтобы Господь послал ему исцеление. Просит совершать молитву эту прямо сейчас. Давайте мы встанем и повратимся к Господу. Владыка Господь, Отец Небесный, обращаемся к Тебе, нашему Спасителю, нашему Богу и нашему Исцелителю. Мы не знаем, что произошло с нашим братом Виктором, но мы просим Твоего вмешательства, Твоей милости и Твоего исцеления. Там, где находится Господь сейчас, возьми в руки Твои святые, обращуй, исцели, дай облегчение. Ты знаешь, в чем он нуждается. Дай глубокий мир в сердце Иры, Господь. Мы верим, что Ты все в контроле. Яви Твою милость. Это мы просим во имя Иисуса Христа для Твоей славы. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. В 21 стихе. «И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Царствие Божие, братья и сестры, еще раз обращаю внимание, не придет неприметным образом, не скажут там или здесь, но Царствие Божие внутрь вас есть. Мы воспринимаем, можем понимать, это Христос говорил о нашем сердце, и это действительно так. Потому что Царство Божие, Павел говорит, это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Но интересно, один из переводов говорит так, что Христос находится, вокруг стоят группа фарисеев, и Христос говорит, Царствие Божие внутрь, здесь находится, среди вас. Это тоже правильно мы, согласитесь, потому что без принятия Иисуса Христа Царствие Божие невозможно. Христос обратил внимание, возможно, на себя, что вот Царствие Божие, я Царь. Но, возможно, вероятно, братья и сестры, мы должны понимать, что Царствие Божие человек обретает. Помните, третья глава Евангелия Теанна, беседа с Никодимом. Кто не родится свыше, не войдет, а дальше Христос и не увидит этого Царства Божия, должно родиться свыше. Царство Божие, о котором говорит Христос, обретается на земле во время второго рождения духовного, во время спасения человек обретает это духовное царство уже здесь. И как Павел говорит, 14 глава, 17 стих, послание Римлянам, Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Итак, мы видим, что Царство Божие, о котором пророчествовали пророки, проповедовал Иоанн Креститель, Иисус Христос, оно не пришло видимым образом и изменило устройство этого мира. А Царство Божие, которое не от мира сего, оно начинается все-таки из сердца человека. На протяжении всего этого времени, это истинное, божественно провозглашается Евангелие, братья и сестры. И от того времени, когда проповедь Христа стала звучать, миллионы и миллиарды людей я увезнен, стали обладателями этого Царства. Вошли, только мы говорим, духовное Царство, внутри, в сердце человека. Мы находимся, братья и сестры, непростое время. На протяжении этого особо последнее время заметно. Церковь Божия на земле. И кто-то выразился, что Церковь Божия находится на временно оккупированной территории. И эта земля, это пространство, это место, этот мир не стал еще Царством Господа Иисуса Христа. Мы находимся, ведем духовную брань. Дьявол, этот князь этого мира, он господствует с легионами бесов. Вот почему Павел говорит, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, мироправителей этого мира. Бог допустил для определенных целей. И использует дьявола в своих целях. Но Царство еще не стало Царством Господа. В том смысле, о котором проповедовали и пророки, и говорил Иисус Христос. Определенные события, которые будут предшествовать наступлению вот этого периода, мы верим, что это в буквальном смысле тысяча лет, наступят, мы уже прочитали, тогда, когда Сатана будет скован на тысячу лет. Если мы смотрим немножко, чуть выше 19 глава, книга Откровения, вот в контексте вот этой данной темы, мы видим, что происходит величайшее событие. Происходит битва Армагеддон, где Иисус Христос возвращается со святыми, с воинством небесным. Происходит эта битва предпоследняя. Последняя будет чуть позже, после тысячелетнего царства. И мы находим, что и зверь, и лжепророк, оба живые, брошенные в озеро огненное, горящие огнем из серы. 19 глава, 20 стих. Если мы читаем, и схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которым он обольстил, принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошенные в озеро огненное, горящие серою. Но по отношению к сатане у Бога мы видим другой план и другие действия. Мы прочитали с вами, он скован цепью, низвержен в бездну, положена над ним печать, дабы не приличал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. Братья и сестры, возникает вот такой вопрос логический. Для чего? Для какой цели Бог установит на этой земле тысячелетнее царство? Казалось бы, логически уже схвачен и зверил же пророки, брошен в озеро. Но нужно закончить вот это со злом, покончить со злом один раз навсегда, чтобы установил Господь свое царство, царство вечное, которое Он говорил, да, казалось бы, по-человечески. Почему так, братья и сестры? Первое, что мы видим, давайте мы вспомним слова Иисуса Христа, это важно, и когда Он жил на этой земле, мы часто встречаем вот этот текст Писания, дабы исполнилось написанное, дабы исполнилось пророчество, дабы исполнилось сказанное. Христос однажды сказал в Евангелии от Матфея, 5 глава, 18 стихом, если, братья, откройте этот текст, «Ибо истинно, говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Один из переводов, более современных, так говорит, чтобы нам легче было понятно. «Говорю вам истину, пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна черточка из закона, из слова Божьего не исчезнут, пока не исполнится все». То есть Господь сказал, пообещал, и все должно совершиться в точности. Ни одна черточка. Мы уже сегодня отмечали, что когда-то Бог обещал, вот и Аврааму, его народу дать царство, обещал лично Давиду и народу царство, Даниилу Бог обещал царство. Даже ученики когда-то спрашивали, уже Христос воскрес, уже имеют как бы общение, они задают вопрос, видят, что что-то должно произойти, ведь они не знали, да, что вот Господь как бы оставит их. И они задают вопрос, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилево? Даже учеников интересовал этот важный вопрос. Может быть, сейчас начнутся события, то, что ты когда-то Давиду обещал? И Господь отвечает, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Деяние апостолов, 6 глава, 7 стих. Это первая причина. Слово должно исполниться. Вторая причина, почему Бог устанавливает свое тысячелетнее царство на этой земле, правление на этой земле, я думаю, что связано с одним важным вопросом, связано с проклятием этой земли. Мы читаем, что после грехопадения, 3 глава Бытия, мы читаем, что Бог проклял землю за грех Адама. Помните, да? Проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все жизни, дни жизни твоей. И когда мы будем рассматривать условия, в которых будет находиться земля, братья и сестры, когда мы будем рассматривать условия, то мы увидим те колоссальные преображения, что произойдут с нашей землей. Это особенно ценно, братья и сестры, когда если мы читаем книгу Откровения, помните, суды Божьи будут совершаться. Семь печати открываются, семь труб, семь чаш. Извивается страшный гнев. Когда я прочитывал, братья и сестры, стих за стихом, и представлял вот эту страшную картину, братья и сестры, вы видели, наверное, фрагменты или кадры, что произошло в Бейруте, столице Ливана. Говорят, что почти половина города произошло разрушение, прошла внегодность, инфраструктура, все эти, все, что люди живут, дома пришло внегодность, как после землетрясения, как после какой-то бомбежки, артиллерийских налетов, что-то страшное. Братья и сестры, то, что произойдет на земле, это даже не трудно представить. Когда град будет падать на землю величиной в 32 килограмма и многое другое. Что делает Господь? Господь абсолютно преобразит эту землю, и Он покажет всему человечеству, всем людям, какой был Божий план, какая земля должна быть по Его замыслу. Еще раз на земле, пока не закончится все, пока церковь, спасенные народы, войдут в новое небо, в новую землю ступят, Бог даст возможность человечеству тысячу лет иметь благословение на этой земле. Мы об этом будем говорить позже. Третья причина, братья и сестры, почему Бог устанавливает тысячелетнее царство, заключается в том, что Бог хочет показать очень важно. Это вот тоже очень важная истина, что несмотря на все условия, идеальные условия, которые будут на земле для человека, человек остается без рождения свыше, без преображения сердца. Ведь будут рождаться миллионы людей. Вообще кто-то посчитал, что это будут миллиарды, миллиарды людей за это время радиации будут наполнять эту землю благословения. Но без рождения свыше, без преображения человек остается по-прежнему врагом Божьим. Если мы посмотрим, братья и сестры, вот на 20 глава, 7 стих, обратите внимание, это очень важный момент. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из семницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань. Братья и сестры, как думаете, какое число людей тысяча лет, Христос, Царь, Иерусалим, столица мира, огромное благословение, земля плодоносит, это будет что-то невероятное, нету зла, сатана скован. Сколько людей подпадет под обольщение и выйдет против Господа? Число их, как песок морской. Представляете? Поэтому Господь покажет, земля непредназначна, какая бы она ни была хорошая, непредназначная, для жизни. Его цель, наше жительство, братья и сестры, где? На небесах. Там наше место. Там только не будет слез, не будет горя, не будет. Только там. Это та причина, по которой Господь, три причины, их может быть больше, вот установит это царство. Братья и сестры, кто же будет участниками этого тысячелетнего царства? Мы будем говорить в следующий раз, у нас нет уже времени, будем говорить, кто будет участниками тысячелетнего царства, наполнять. Мы будем говорить положение церкви в тысячелетнем царстве, положение народа израильского в тысячелетнем царстве и положение народов в тысячелетнем царстве. Но как важно сегодня, друзья, можно просто ожидать то царство, не имея здесь, сейчас, нас внутри. Вот почему мы видим, друзья, вот этот 27 стих мы прочитали. Без рождения свыше, если человек не обладает царством Божиим внутри, он легко подастся искушению. Сатана выйдет, и он выйдет на брань, выйдет против того, который его благословил, каждый день видел руку и милость Божью. Поэтому, дорогие друзья, дорогие слушатели, так хотелось бы обратиться к текстам Священного Писания, которым Христос говорил когда-то пришедшему к Нему ночью, мудрому, образованному человеку Никодиму. Должно родиться вам свыше. Пусть Господь благословит то сердце, в чем еще нету царства Божия внутри, а те, которые имеют, обладают, пусть Господь благословит, и прославим Господа в наших кратких молитвах. Аминь.